Вы знаете, как-то я ошибаюсь, что в учебной башке есть какой-то механизм, который играет в какого-то фильтра. То есть, когда вы слушаете, когда вы лекции читаете, или газеты, или телевизоры смотрите, что где-то у вас какой-то способ самозащиты возникает ощущение того, что вы говорите, что я вам неправда, что-то в этом роде. Ну, в общем-то, это, конечно, иллюзия отказалась, потому что в этом смысле гемберс был прав, что если вот так вот из года в год, из года в год долбить, 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 долбить. В общем, если это долбят не только шпана какая-то телевизионная, а серьезная, интеллектуальная, то это где-то начинает входить в башку и восприниматься как какая-то истина, как аксиолога. И вот с этим все время приходится сталкиваться, потому что я с этим прочим делом занимаюсь вот тем, что пишу биографию Ленину. Значит, это у меня два тома вышло, сейчас вот третья коляна. Значит, и я даже перестал телевизор включить, потому что невозможно, понимаете. Почему-то невозможно, какие-то пристрастия каких-то журналистов, это первая высокоплаченая политика. Ну, скажем, к примеру, ну вы знаете, есть такая новая хронология Фоменко, да? Вот эта новая хронология Фоменко, если вы посмотрите плохо на эти эти печати, она уже завалила примерно около трех миллионов, так? Их тиражей. А есть сборники антифоменко, которые выпускают ученые, почему такие, ну, что называется, свет наш, науки и так далее. У них тиражи 300-500 экземпляров. Кто их сочетал? У них кто. Понятно? Так же, как, скажем, вот этот ледокол, да, этого самого Суворова. Посмотрите по комитету печати, там уже за два тоже миллиона тираж зашел. А вот перевод с английского «Грандецкого», анти-ледокол называется, там тираж тысячи экземпляров. Так что это совершенно определенная политика, которая, ну, проводится в жизни новая. Прекрасный человек, историк, Геннадий Соболев, он еще написал книжку такую, ну, одна из умнейших книжек, их не так много, она хуже, значит, «Тайна немецкого золота», чтобы, ну, отчество этими разговорами, да. И он абсолютно, главное, еще американские. Вот как ни странно, наиболее интересные книги сейчас выходят по русской истории, вообще по истории эволюции особенно, это за рубежом, где пишут серьезные люди. Ну, это вот книги Александра Геннадьевича, «Большевики приходят к власти», «Большевики у власти», это такие бассейны и там, а это очень серьезные ученые и многие другие. И вот, в частности, значит, Геннадий доказал, что это все, ну, а, ну, мифология дурного толка, ну, и вся эта история с ним испытывала. Причем, повторяю, это не точка зрения, вот у нас такой, знаете, бергетический постмодер такой. Знаете, а, ну, все правы, у вас такая позиция, ну, такая позиция, ну, и, слава Богу, вы живете спокойно. Ты считаешь, что белый черный, ты считаешь, что белый рыжий, вот так. Это вот специально, это тоже, опять-таки, особный вид философии такой, который на Западе, кстати, давно уже преодолен в этом способе. Вот, а у нас это самое, вот, ну и что? Я после этого написал книжку про 17-й год, где я подробно разорвал всю эту историю, так называемую с немецкой книгой. Ну, и что, на кого это подействовало? Ну, на тех, кто прочел, да, может быть, и то, на какой-то. А, ну, там, позавчера, скажем, вот, по телевидению эта передача была посвященная 100-летию правды, да, и солидные, и серьезные люди. Ну, как же, ну, известно, что правда издавалась на немецкие деньги, что Кайзер финансировал, там, и прочее, и прочее. Хоть застрелись вообще абсолютно. Конечно, появляется сразу ощущение бессмысленности какого-то своей работы, но, с другой стороны, я знаю, что всегда так было. Всегда так было. История, наверное, очень политизированная наука. И опять, это дело не в том, что вот я нашел документа, он не нашел документа. Ничего подобного. Это все элементарно. Результат такой избыточной политизации. Это, причем, всегда и везде было. Возьмите, как-нибудь английский, там, и французский аналог, там, как там составляли. У нас Иван Грозный сам сидел и выцарапывал из летописей фамилии ненавистных бояр. У нас шесть лет в летопись. Вот летопись они делаются вот таким образом. По запасу такого-то рода, понимаешь, почему многие его просто так запутаны? Потому что, ну, в общем, или это в той же Англии, как сначала искали, там, не знаю, нормандское происхождение у древних районов, потом на кельтов перекинулись, и так далее, и так далее. И все это переписывалось, встречается. Потому что настоящее, оно всегда в качестве опоры, в качестве легитимизации власти имеет прошлое. Понимаете? Так же, как у нас, скажем, там, ну, не знаю, там, Брежнев, верный ученик Ленина, там, или Чернек, значит, там, тоже верный продолжатель дела Ленина. То есть, нынешняя власть, она всегда ищет. Вот сейчас они стали искать опору в Столыпи, и это вообще, обхохочешься. Потому что, с точки зрения научной, научной, Столыпи – это прелестный объект реформатора-неудачника. Ну, вот в истории знают таких реформаторов-неудачников. Ну, не знаю, там, ну, вот Александр II, не эта реформа, как мы говорили, правило, 61-й год, породил 905-й год. А пятый год – 17-й год. Столыпин, Горбачёв, этот самый, Гайдар, Сельцин. Вот эти реформаторы-неудачники. Причем, всегда причина неудачи одна и та же. Это великий сын народа Коби, Терем Сорокин. Он как-то, прожив достаточно долгую жизнь, это один из основателей современных социологии. И у него Кеннеди учился в Америке, между прочим. Он написал четыре условия успешности реформа. Четыре условия успешности реформа. Кто из информаторов, когда я где-то читал, да и никто. Значит, четвертое условие – реформа должна проходить в рамках существующих законов. Значит, это будет реформа революции, которая не признает существующих законов. Третье условие – реформа должна быть сначала апробирована на каком-то регионе, в каком-то, так сказать, районе, исследовать все результаты, последствия, и потом распространена на более широкое пространство, скажем, на страну. Второе – реформа должна быть научно обоснованной. Научно обоснованной. Она должна быть серьезной, на фунтах. Ну, а первое, что? Первый фильм пишет, значит, это самое. Это соответствие данной реформы коренным инстинктам данного народа. То есть, соответствии представлением самого народа о желаемой цели, о добре и зле, там, и так далее, и так далее. Сегодня это звучит… Сегодня, когда народ находится в таком положении, значит, это звучит смешно. Город, но мало ли. У нас же вообще отношение к народу как быдло, а как-то узаконилось. Если вспомните прения, когда принимали государственники, там просто стрибунь государственники. Ну, вот так и говорили, мало ли, что это быдло хочет. Точно так же, как и сейчас, это, ну, так стараются смягчить. Ну, где-то, в принципе, отношение к народу как быдло, ну, это перестало быть признаком неинтеллигентности. В отличие с Кармой XIX, начало 20-го века и так далее. И что? Ну, есть прекрасная книга, изданная из «Историк Пархивного института», еще до РНГУ, называется «Собственная деятельность» Петра Сталлепина. Ну, и что? Тираж. Я был ирегатором. Тираж. По-моему, 500 экземпляр. У меня даже ксерокопия не оригинальная. Потому что автором тогда раздали, ничего не осталось. А вот эта книга, которую в «Храме Христа Спасителя» ее осветили, там, такая толстая кожа, золотые эти обрезы, елки, там тираж и башня. Там тираж и башня. И там вот эта личная уже медаль с «Собственной мировой». И так далее, и так далее. Хотя казалось бы, это же очень просто все. Опять, дело не в том, что у этого такая точка зрения, а у этого такая, то это чепуха. Какая такая точка зрения? Он поставил перед собой две задачи. Первая задача – предотвратить революцию. Дайте мне 20 лет покоя. В общем, классическую конкурсу. И второе, значит, это решить органу на пол с путем вычленения из этой деревенской общины. Мы делаем ставку на сильных и трезвых, а не на пьяных и слабых, как он говорит. И что, все получилось наоборот, потому что из общины вышли не сильные и трезвые, а наоборот вышла сельская беднота, которая уже давно порвала сельским хозяйством. Это были фабричные уже ребята в основном. А насчет 20 лет покоя, что говорит? То есть он в шестом году начал эту реформу, а уже в десятом году начинается новая сонная подъема. В двенадцатом году уже число политических стачников заварились за миллион. В четырнадцатом году уже почти два миллиона стачников. Россия в четырнадцатом году стоит на камине. Мы говорим, вот тебе успешный реформат. А у нас медаль стала выпена. И сейчас будут праздники по этому поводу всякие. У вас будут привлекаться. Конечно. Просто для себя, знаете, что дело опять-таки не в том, что я изрекаю истину, а они, значит, неправильные. Нет, но есть какие-то и очевидные вещи. Понимаете, очевидные вещи. И вот с этим приходится все время иметь дело. Многое идет, конечно, от, как вам сказать, от непрофессионализма. Вообще профессия историка – это вымирающая профессия. Ну, в самом деле, вот он идет в историю. Ну и что? Я на первом курсе читал, помнишь, где они выступили не были? Я говорил, ребята, курсами торговать гораздо выгоднее. Во-первых, деньги. В общем, хорошие деньги. Во-вторых, на улице, свежевозы и так далее. А что такое история? Это нищенская зарплата. Нищенская, не маленькая, а нищенская зарплата, на которую прожить невозможно. Вот. И во-вторых, это архивы, это пыль, это книги, и аллергия будет у тебя. Представляешь? Ну, тебя проходит новейшая история. Не так еще прогнили эти книжки. И поэтому, конечно, число профессионалов, по-моему, резко сокращается. Резко. Скажем, когда-то вот у нас один из таких главных российских историков временно ест стал генерал-алкогон. Ну, мы объяснялись им как-то. Абсолютно беспорядное бессонетство. Вот эта избыточная политизация, она рождает вот это зашоривание, когда просто люди не слышат друг друга. Абсолютно. То есть, вот как по телевидению, у нас когда вот эти дискуссии, ты сказал потом, он сказал, почему ты не слышишь, что он, он не слышит, что ты. И вот все по очереди собрание монологов, а не диалог, не обмен мнений, не какие-то платоновские, так сказать, беседы. Ну и что? Я им тогда сказал, что я знаю, он кончал Орловское танковое училище, а я так чудиком тоже только в этом, так сказать, обзывал и занял, что надо было демоализоваться пораньше. Там не проходили источниковедения в Орловском танковом училище, там не проходили документоведения. Вот в документе написано то-то и то-то. Думал, что в документе написано? Документ это не доказательство. Документ это объект исторического исследования. Я в старый пиджак и совершил свою записку. Я работал в одной конторе, там пришел новый директор, ну такой говорун жуткий. Причем самое главное, вот он говорит целый час, он спросит, что он говорит-то? Никто ничего не может понять. Что-то вот как слова вроде все в падежах согласованы, а с мыслями комны. И я пишу приятелю записку. Я бы этого оратора повесил за... Ну, даже за что. Ну и что? Документ? Значит, что я вешатель, да? Я бы этого повесил? Ох! Ёлки-палки! Вешатель, конечно. У меня ребенок ночью бодрствует, а днем значит спит, когда она на работе. Она говорит, знаешь, когда ночью, он начинает орать, прямо убить его потом. А что, где-то убийца? документ это объект исследования. Это очень сложная вещь. В каких обстоятельствах, написано, в какой связи, когда, скажем, Ленин пишет, молочался, засрыв фундаментальной пропаганды, значит, надо повесить. Ну что, не повесили, что ли? Он говорит, нет, ну вот эта записка Ленина Пензенским руководителем о том, что надо вешать кулаков, там, прочее, прочее, это же вообще не шуточки и так далее. Ну как не шуточки, а мне интересует повесить кого-нибудь после этой записки. Я не интересует, а как же мне интересует совместить? Ну как же мне интересует? Кому это написано? Минкин? Кто такой Минкин? Что чего? Разберитесь вы элементарно, так как этого требуют азы источника ведения, документоведия? Нет. Потому что, а если бы он знал источника ведения, он говорит, да ничего подобного. Он весь связан, он ангажирован этой системой и направлен на вот эту цель, ему нужны вот эти. Я вчера не посмотрел, вечером была женщина в революции, не нужна гонки, помои, на Клаву церкви, на Розовый Сенбург, кто с кем жил, кто с кем спал, и он кипал. Розовый в Сенбург, Клава Церкви, это такие фигуры интересные. Я не говорю, там, великими, они просто интересные, по человеческим интересным. Ничего же про Бага или всякое поэтом полное не делают. Поэтому будьте в этом смысле как-то более что-то осторожны ко всякой такой пропагандистской литературы, пропагандистская литература, а не научная. И когда приходишь в книжный магазин, скажем, молодой губер был заградоч, там целые полки стоят книг о Сталина, целые полки книг о 17-м годе и прочее. Найти среди них что-нибудь похори, очень тяжело. Только когда знаешь, что этот автор, я могу с твоим руководителем, у него свои тараканы, у него свои тараканы, но я понимаю, что он все-таки человек науки, понимаешь, обязательно книгу должен прочесть. Или, скажем, у того, самый у нас ответный, что называется, стерилист, Юржук, из-за российской истории. Ниже, я понимаю, он влюблен в Сталина и все прочее, все прекрасно и много книг много. Те, кто интересуется, это иной Сталин, он много, он прям книгу за книгой Леви. Он все-таки остается на почве на руки. Можно не спорить о трактовке документа, но я никогда его не увлечу в фальсификации документа. Вот когда Карпов пишет вот эту книгу «Генералиссимус», простите, там же на каждом шифре подлога, вот эти переговоры Сталина с Китлером в 42-м году о заключении мира и совместных действиях против Америки. Я говорю, ну, ребята, есть же предел доверительности. Откуда у вас этот документ? Мне один человек пришел и сказал, что он по секрету мне дает этот документ. Хороший источник. А мне теща говорила тот и тот. Здравствуйте. кто-то интересуется, историк, Если он интересуется, дай ему здоровьем. Но литературой тоже кто-то интересуется. Вы все-таки помните, что «Сороки» это не русская классика, что литература, эта литература, она была и будет в статуре. Даже если она всячески генеральный, и прочее, и прочее. Владимир Сергеевич, а вот когда я вас спросил, когда мы с вами говорили, и я вас спросил, как лучше назвать «Ленин без надрыва». Вот это тоже такой своеобразный вызов как раз огромному количеству биографии Ленина, которые написаны с надрывом, стоили с ценой страны. Ты понимаешь, какая штука? рассказала. У меня все плохо получают без надрыва. В каком смысле? Потому что я никогда не скрываю того, что я люблю меня. Я к нему очень хорошо отношусь. не потому, что мне нужен Господь Бог и как-то молиться. Просто я много о нем знаю. И если ты смотрел книжки, то там всегда есть то, что я рассказываю и сообщаю и так далее. И что дело даже не в современных только классификаторах, а это всегда вы знаете, когда человек умирает, и это большой человек, то постепенно происходит очень такой закономерный процесс, происходит отрыв реальной личности от того образа, который складывается в исторической памяти. Деревни всегда в красном углу до революции стояли образ Богородицы, Николы, и так далее. А внизу обязательно стал государь-император Стасминник, и так далее. А после революции остались и Богородицы, и Николы, осталось все нормально, а внизу уже подряд клиникам. То есть в сознании огромного количества весел должен быть некий какой-то образ, и этот образ постепенно все больше и больше удаляется реального прототипа. Поэтому мифология этого образа это не только какой-то официозный пропаганк, это всегда как правило результат реакции населения. Вот скажем, нынешняя любовь к Сталину достаточно широкого круга людей, не только старухие сейчас против портрета, это прежде всего реакция на существующее начальство. Понимаете? Это в протестной форме. Потому что сравнивая того же Сталина с, скажем, с нынешним политическими деятелями, так же как и когда после смерти Ленина началась постепенно мифологизация образа, это было согласно противопоставлением той политики, которая началась в деревне где-то уже с 27-го, даже с 26-го года, и которая закончилась контактиризацией и так далее. Так что в этом смысле тут своей закономерности человеческой памяти есть. а так поэтому я даже заправняюсь сказать вот кто будет ну конечно сейчас это вообще уже предмет. Но и тогда тоже отмечались в дороге. Когда вице-цензурировали ленинские работы. Том, когда готовились, я понимал часть словами в синий собачьем время. Когда каждый том, когда делают такие простыни, называлась такая таблица разночтения, так? Когда выбрасывают какие-то слова, целые предложения, целые, неотешные документы вообще замалчивали и так. Ну кстати, не так много. И когда говорят, что вот нынешняя архивная революция, по-новому дала возможность. Ничего подобного. Опубликованные собрались сочинения Ленина, декреты советской власти, биохронику и прочее, то это десятки тысяч документов. А новых документов, мы их издали в этой книжке неизвестный ленин, то практически 400. Ну это поделок 500. Они не могут изменить какие-то фундаментальные представления, которые давал тот корпус документов. Хотя конечно, я сейчас когда запишу 22-й там вот истерику боже сколько глупостей по этому поводу писали. Какая это все неправда. Но это понятно, потому что с одной стороны какие документы вообще были недоступны исследователей. Поэтому очень часто такая странная ситуация, что очень многие интересные книги это не книги, которые выходят у нас. Флейнгер, что всегда нужно объективно как-то что-то оценить. Надо посмотреть со стороны. Или еще время должно как-то поставить. Самые умные книги, я говорю, если брать американцев, то это конечно толстая книга этого Моша Левина «Россия 20-й век», советский век, это одна из самых умнейших книг по истории России 20-го века. он вообще был очень умный человек, я его хорошо знал, это очень серьезный, очень вдумчивый, очень глубокий сервис. Она продается в магазинчике, или дальше скажем, вот сейчас только что буквально вышло где-то месяц назад этого ленгерского историка Крауса называется «Ленин. По процессуально-политической реконструкции». Одно том это такое, умнейшая книга, просто умнейшая. Я не говорю уже там о французских, там всяких авторов, о химочки обумных таких книг не ходят. Ну это он назвал же Алексу Робиновичу прекрасные книги. Он первый, это надо додуматься, он первый из исследователей, американец, за тысячу верст приперся за свой сударь, он стал ковырять материалы районных комитетов партии и районные советы Петрограда. Это дало такой ответ на многие вопросы в частности связи с коронным и так далее. А у нас как-то все так следует по философству и вообще и так далее. Так что пока вот так вот ходит. Нет, ну есть, конечно, Борис с вами тоже интересные книжки «Ленин против Сталина» называется, хотя спорные очень, но это наше дело. Так что мы так стоят. Вообще за границей вот этого Жижика самое 13 15 пунктов «Ленин». 13 опытов «Ленин». Ее перевод на русском лучше. Потом Бенсаида французский вот это исследователь тоже очень интересный пункт. Но у нас опять вот, Бенсаида никто не читал, так? Кроме тех, кто сейчас переводит Кикер и дает альтернативы. А там есть такая дама богатая, она владелец комных заводов. Но у него хобби. Она изучает историю немецкого золота. И издает и такие у нас все издательства. Полный бред профессиональный. Пожмется, ради Бога. Или вот эта дама секретарь академии, покровительница института всеобщей истории. Она тоже выписывает книги. Но это смешно все. В том-то и дело. Понимаете, вот когда писали летописи, это было жутко трудоемное дело. Кто-нибудь видел, у нас летописи без составки, эти прописы, еще там средние, эти все, это кадржная работа, это пины несчастные, сидел годами в келье в монастыре и возят. И тогда, и тогда процент макулатуры, процент заказных летописей, где-то наверное все-таки составлял процентов 50. Когда Бутенберг изобрел вот эту доску, печатный станок, процент макулатуры вырос, я думаю, до 70-80%. Когда появился интернет, то тут уже простите. Потому что на миллион авторов таких, как в любом вопросе, там, я не знаю, один там. То ты делаешь, понимаете, идет страшный процесс. А чего ничего не спрашивать? Я так буду говорить, а через час смотрится и все. Идет чудовищный процесс интеллектуальной деградации общества. Понимаете, это начинается со школы, отменили сочинения. Вот наше все поколение организовывается на том, что мы писались. То есть нас учили излагать свою мысль. О, образ Татьяны там, что? Списывают, конечно, списывают, но все равно. Потом это заменение диктантами. Результаты диктантов публикования какой-то журналистки. Кошмаком. Ну, и потом вот эта политизация всех общественных наук, в том числе и филологии, привела к тому, что мы вот этот интеллектуальный уровень. Ну, опять того же лидия берут. Всякий раз, когда в жизни ему приходилось туго, это раз в четыре было в жизни, он всегда брал и начинал читать Гегеля. Это успокаивало и давало планку определенных размышлений. Это очень важная вещь. Почему? Будьте осторожны с кругом вашего чтения. Понимаете, вы за всю свою жизнь можете прочесть, только примерно там где-то написано столько-то количества книг. И когда увидел Господу Богу он сказал дай их список. Ёлки-пап, да страшная муть собачья. У вас там умоление надо и прочее подвела сюда. И вот возьмите просто Гегель попробуйте читать философики права. На философском даже и то не спрашивать студентов. На философском факультете это очень сложное темное вода. Так вот нормальное чтение. Это называется интеллектуальной водой. Я помню когда был пацаном защитил значит докторскую и у нас как бы порядок каждый должен был выступать значит докладывал мой путь в науку. Я говорю я этого не понимаю. Я никогда не в аспиратуре писал хоть книжку а потом защищал. Не бери пример. Защищай на море. А что за история с расстрельными приказами вы говорили про расстрельные приказы А что за история вы начали говорить про расстрельные приказы Ленина были они не были какой смысл что надо расстреливать кулаков как бы нет я говорю что просто этот момент рассмотри Когда ты берешь руки в любой документ, первое, какие условия там будут созданы? Первое просто. Второе, какой характер документа? Это что, декрет или письмо, записка? Кому адресованы? И третье, реальные последствия документа. Что тут? Надо повесить там этих, выселить там туда-сюда. Что-нибудь было сделано из этого? Надо расстрелять туда-сюда. Какого-нибудь расстрелять? Просто посмотреть, что это такое. Потому что надо по системе, знаете, отношений, скажем, мы с ними можем говорить, о, знаешь, я бы вообще твоего этого самого взял бы и повесил бы, мразили бы, я же собираюсь, не повешил бы. То есть каждый документ требует очень большого тщательного анализа, понимаешь? Анализа. Вся эта пензенская история, она подробно описана, рассказана, я бы написал много раз. Да и есть, то есть в самой пензенской пензенской истории по многому разу. И что там? История была очень такая, текущая до того времени. Значит, пензо, вставляем вот эту группу сел, они находились примерно в 40-50 километров от линии фронта. Очень важные обстоятельства. И вот в тылу этого фронта происходит следующее. Приходит отряд парадармейцев. А кто такие парадармейцы? Это пацаны, значит, ну, из комсомольцев и так далее. У нас вообще есть странные сопоставления о возрастном составе участников операционного процесса, то есть членов партии. У меня вот приводили сюда, что в партии, скажем, если брать до 1905 года, то примерно 25% было моложе 20 лет. В 14-15 лет. Ну тогда социализация, конечно, наступала. Сейчас вы знакомитесь с парами на 30 лет, они все за нами на югу держатся. А тогда в 14-15 лет вступить в партию – это нормально. И вот эти ребята приходят забирать хлеб для снабжения армии. Это подробнее цифры возрастные, профессиональные, кто входил в состав партии. До революции, момент революции, после и так далее, и так далее. Я по 17-му году даю эти цифры. Ну и что, значит, их не просто убили, а их убили, а потом разрезали всем животы, значит, и сам насыпали это зерно и выложили на дорогу. А во главе губисполкома стоял пензисского, стоял Минкин, такой иммигрант, такой очень гуманный и прочее. Он сказал, что мы не можем использовать те же самые средства и так далее, и так далее. И Елена Бош написала ей письмо о том, что, Владимир Ильич, вся проблема в том, что мы не можем через что-то переступить. Мы не можем… Кто-то должен вообще… Ну, как сказать, дать показать пример решимости и готовности, и так далее. Вот она и написала, надо повесить зачинщиков этих восстаний, и так далее, и так далее. Они же никто, ни Минкин, ни Ебош, они не собираются никого вешать, но 10 человек! Это было 10 порт-армейцев, 10 человек они расстреляли. А с остальными все, договорились нормально. Все обошлось. Эркоистолит, повторяю, 40-50 километров от линии фронта во время наступления Полчика. То есть прямо в ближайшем тылу Гольской ТРГ. Но это целая история, я почему-то ее подробно расписывал, потому что когда только начинаешь исследовать, какой-то документ обстоятельства, что, чего и так далее, кому, чего, как-то тогда, но другой разговор получается. Так же, как с этой вот запиской «Насчет повесить Калачарского» и прочее, прочее. Засрыв дело фундаментальной пропаганды. Никто не собирался мыть веревку и строить в лисицию. Владимир Сергеевич, такой вопрос. В ваших книгах, в первой книге вы пишете о опыте Владового Ленина до 30-ти лет, политическом формировании. В второй книге вы пишете о Ленину в 18-м году. А какие вот другие, скажем так, решающие, может быть, противоречивые моменты жизни Ленина вы могли выделить? И, собственно, можете тебе объяснить, почему вы выбрали этот период до 15 лет? Я говорю, потому что у меня срок ограничен. Ребят, у меня школа в 100 лет. Ну, елки-папа. Потому что я знал, что есть периоды, в которых, ну, хамсы с моей стороны, где, кроме меня, некому написать. Вот, скажем, период его приобщения к марксизму и так далее. Я знал, что никто не напишет, как он пришел к марксизму, вот такой там, университет Кумберштама, там, и так далее, и так далее. По всем самарском периоде. Потому что это был очень сложный период. Потому что, понимаешь, есть степень отечания, вот рассадин. Университет, очень интеллигент, он умер недавно. Университет Кумберштама написал в новой газете, но одна статья была по современной проблеме. Она начиналась с таких слов. Как известно, кумиром Ленина был, ну, Достоевский, этот самый. Великий кредит. Великий кредит, ради меня. Нет, тот Хачёва, который, ну, этот самый. Нечаев. Нечаев, да, Нечаев. Я ему говорю, ну, ну, что значит, как... Вообще, когда пишет, как известно, вот тут себя разделена подлянка из-за рынка. Это уж... Ну, у меня сразу так... Начинает сказать. Ну, как, это же, об этом столько писали, кто писал, когда, где. Ну, я сейчас скажу, нет, а я тебе скажу, где. Ты помнишь, что об этом писал Юрок, значит, когда писал о Достоевском, Юрок Кариаке, значит, писал, вот о том, что, значит, катехизис Нечаева вполне совпадает с мировоззрением и так далее. А вот тогда прям берёху, наверное, там... Ну, слушай, ну, ведь как просто. Вот в 55 томам сочинений Ленина существует именной указатель, да? Если у тебя есть какой-то кумир, то уж, наверное, ты его там поменёшь хоть как-то, да? Вот вы берёте этот именной указатель, 55 томам, письма там, кстати, и заметки, чёрте что. Ни одного упоминания. Нет ничего. Ткачёв есть там, кто угодно есть, народовольцы все есть и так далее, а этого нет. И не случайно, я знаю почему, я постарался это написать, потому что он в Самаре познакомился с одним из участников этого процесса, полупетровской академии, ну, по всей этой истории, которая была в Бесах описана. Вы знаете, что роман Беса не был принят не революционной, а демократической интеллигенцией России. Он считался как бы памфлетом. Вот. И поэтому для Ленина эта историческая фигура не существовала. Вот и всё. Ну, казалось, просчитали навеку, да? А можно ещё вопросы? Да, пожалуйста. Вот на ваш взгляд, какие сейчас главные мифы о Ленине циркулируют? Вот вы уже упомянули немецкое золото, тамбовские расстрелы, а что ещё? Да нет, трудно, да всё очень как-то. И главное, главное, вы понимаете, тут ещё есть одна психологическая проблема, связанная социальной психологией. Мы с вами сейчас живем в эпоху торжествующего мещанства, понимаете? Когда вот эта мещанская психология, она является распасывающей психологией вообще в общественном мире, даже в литературе и так далее и так далее. Одно из особенных совмещанств, об этом больше писалось, состоит в том, что начальник всегда хочет принизить великую историческую личность до своего уровня. Вы понимаете, вот сейчас-то там один товарищ пишет по факту, как Дрежнев и Горбачёв, и я ему говорю, главное, для меня ответили на вопрос, импульп, побудительные мотивы поступков. Потому что в современной жизни, мы все с вами знаем, ради чего вообще люди себе друт? Друт, так сказать, неизвестно что. Ради баб, ради денег, ради власти. Я говорю, не все, не все, не все. Чего ты мне там придешь, там, идеалы там придешь, добро. Я всегда говорю так. Ребята, вот я, когда в Валбике читаю этот курс исторических фильмов, я говорю, что... Я не говорю, что они лучше и хуже. Они другие. Тут Софья Перовская. Дочь генерал-губернатора. Ну, реально себе представляете, что это такое? Дочь генерал-губернатора. Чего ей не хватало? Вдруг... Я всегда говорю, вы для эксперимента можете пойти, взять исторические письма Лаврова от 70-х годов, 19-х годов. Когда Лавров прислал свои исторические письма в Россию, это вообще было нечто. Молодежь просто, скажу, вы сами читали по ночам, переписывали от руки. Это письма долги перед народом, интеллигенции, разночинцы и так далее. Мы вечные должники народа, пусть только благодаря этой... В общем, люди рыдали. Люди бросали свои роскошные имения, дворцы, престижные университеты. И перли куда-то... Та же Софья Перовского одевает лапти и прет в Самарском губернаторе. Чего ей не хватало? А я знаю, она за Желябовым, за мужиком пошла. А они еще были знакомы. Вот где главное. Попытка снизить вот это все, принизить до своего уровня. Сегодня в политике, ну как же? Зачем идут в политику? Я следил. Прихапать там и так далее, и так далее. Ну, значит, и так, да. Я опять повторяю то, что... Я не говорю, что они лучше, а вы хуже. Нет. Просто они другие. Вот с этим смиритесь. Что, да, в другой, в другие люди, в другой период, в исторический период, в другой время. Хотя Слатыков Судрин очень хорошо сказал. И время было бы не такое подло, если бы не были мы такими подлецами. Так что вот, скажем, какое мы конкретное, даже для людей не знаем, какое-то общее представление вот этого. Какой-то мелкий карьерист, который мучимой жажды и власти, значит, вот всю свою жизнь, значит, тащился туда и т.д. Марк, который в 19-м году был уже таким, у политики противников, что менее всему было характерно тщеславие, там, вот старые и т.д. Это неправда. Потому что, ну, и другие ученики, да, были побудительные мотивы. А вот этим потом столкнулись, когда вот встал вопрос после революции о том, что партия засоряет дикое количество карьеристов. Потому что партия власти, она как магнит притягивает, ну, как в единую Россию. Он чекает первую, что, как в единую Россию. Ну, и, когда тоже, и в статье «Стачка студентов» в 90-х годах, по-моему, еще летом, говорю, что они были движены состраданием к угнетенному народу. Вот это душевное сострадание. Ну, Николас Тянович, ну, когда был этот черт? Тогда, конец 19-го века, об этом и думать никто не мог. Какие-то другие мотивы. Тем более, что социалистические, об этом сказать и Желябов были на суде, Так что, вообще, социалистические мотивы, они очень близки к крайнехристианским каким-то представлениям о равенстве, ну, и тогда справедливости и прочее, прочее. А это, в общем-то, очень важная вещь. Как тот же Денин писал, что народы недвижены и на стремлении к справедливости, и к достижению какой-то цели, там, коммунизм, социализм, к справедливости, то, что движется народами массы. А вот антикоммунисты очень любят муссировать тему массового красного террора во время Гражданской войны. Ну, только, если вы возьмете сравнительный исторический анализ, ну, попробуйте, возьмите Гражданская война, скажем, в Испании, в 60-е годы, Гражданская война в Америке, в 60-е годы, Историю французской революции. Да, Гражданская война – это самая жестокая война, которая существует на свете. Впервые, пожалуй. Я раньше писал о том, что Гражданская война была на испытании революции «Декрет о красном терроре», там была вот эта идея о том, что декрет о красном терроре пытался ввести в какие-то рамки элементарной революционной законности, то есть стихийное движение к террору, которое происходило внизу. А сейчас вот Александр Гражданская война в этой книге «Большевики и власти» в 1918 году, он показывает, как вы понимаете, декрет о красном терроре, я уж не являлся он ответами, не являлся на белый террор, кто первый начал – пустой разговор. хотя хронологически, конечно, в этом смысле дело немножко обогнали. Но просто, да, никогда красном терроре пытался ввести. Вы понимаете, популярный был здесь прекрасный, а его это грани еще дают. Ну, считай, это порой блок поэмы «Двенадцати». «Танька с Ванькой к кабаке, у Еймаузи в руке, запираете этажи, и нынче будет грабежи, но вам, венщики и взрослые, впереди Иисус Христос». Историческая необходимость проявляется в разных обществах по-разному. Вы правильно говорите, а те же были, господа, хорошие. Да, народ дикий, что от дикого народа, необразованного. Хотите интеллигентную форму протеста, да, собрание на площади Сахарова? Нет? Дикий народ, а кто же народ, а он дикий? Достаточно времени у власти будет. А как тогда будет с меньшевисткой точки зрения, что тогда революция значит была против временной? Вы знаете, ну, Ленин ответил прекрасно в этой своей, ну, много европейских, конечно, на это отвечал и прочее. Обстоятельства сложились так, ведь когда произошла февральская революция, Ленина вообще не было в России, вы знаете, да? Но с первого дня февральской революции стало очевидным одно, что те требования, которые выделила революция, это мир, хлеб и свобода. Так? Что вот эти требования – мир, то есть давая войну, хлеб, то есть давая землю и так далее, что они не могут быть оснащены буржуазией. Русская буржуазия, она измела одну очень важную особенность, кстати, тоже так для вас может быть знакомым, она очень тесно связана с этим правительственным бюрократическим аппаратом. Кто у нас вообще богател? Вы на чём богателем? На государственных заказах. На государственных заказах, это да, еще во время войны особенные, это да. Значит, рабочим уже с первого дня революции стало очевидным, что революция пойдёт дальше. Это, кстати, и поняли сразу и гибералы, и другие. Но этот вопрос стоял не о том, что идти против народа или попытаться канализировать вот это движение, это движение, ну, в какие-то, ну, более-менее исторически понятные цели, реальные цели и так далее. Вообще вот этот взгляд, я об этом сейчас вот в этой третьей книжке не буду вам написать. Вот этот взгляд на то, что... Это одна из особенностей большевизма, это спор. Этот спор возник еще в прошлом XIX веке, когда в районе коронации государя и императора, значит, были обернули их одни дни. Но... Хозяева, мужу отдельно, значит, отказалась платить, оплачивать эти дни. И тогда в Питере начались беспорядки в 97-м год. Начались беспорядки. Ну, и молодежь там эта... С этих питерских рук, так сказать, там, стороны, из Севастаса, так далее. Она пошла в центр, ну, и там подали еще, молодцы, и стали витрины лупить и прочее, прочее. И Михайловский тогда... Михайловский, это департамент нашел, с департаментом. Михаил Михайлович как бы уже говорил. Он там сказал, что это движение, вот это хулиганское движение, не может быть источником борьбы за светлые идеалы. И в 17-м, перед 16-м году этот спор повторился время с мартом, когда начались погромы хлебных магазинов и так далее. В 16-м году первые карточные системы стали вводить у нас и переборы. Теперь они начались и так далее. И вот особенность мышления висела в том, что он никогда не стал в стороне от этих массовых движений. Я не считал, что задача его в стороне, чтобы идти в это движение и стараться облагородить его светом и день свободы и прочее, прочее. Он прекрасно понимал, что у него какого-то стоительства социализма после Октябрьской границы. Ну, то есть надо строить мазки, говорим. Надо строить мазки, надо подняться до того, уровня цивилизации, как он пишет, с которым можно начать строить социализм и так далее. Так что здесь не шиньи попытки так со стороны посмотреть. У Левшицы где-то есть. Знаете, здесь Михаил Александрович Левшицы, он сказал, что здесь прекрасный ответ. По-моему, в этой работе вы увидите в истории. Вообще, кто хочет такое интеллектуальное чтение, знаете, иногда придешь, одуревший совершенно от всего идиотизма, от телевидения, от всего и прочее. Вот надо обязательно сесть и попробовать. То есть, мой любимый режиссер, Зарфим, он всегда брал томик Чехова, переписку. И перед сном начинал читать Чехова. И сразу. Ну, вот есть вот понятие планка. Планка, 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 планка. Понимаете? И все как-то уходит. И все. И вот я иногда, говорю, Левшицы. В частности, вот эти истории, например. Символ борьбы за справедливость. Я удивился сам. Я как-то занесла свою любовь в Валерию. Там, черт, какие-то эти сельвы. Там все, вот эти ребята всегда, пацаны. И вот для них Дух Ленин – это какой-то символ борьбы за справедливостью и так далее, и так далее. Я вообще не говорю о том, что учитайцев по плане. И так далее, и так далее. Главное, я все время как-то размышляю, вообще, что является решающим в памяти народа в отношении, и вот в частности, мы едим в Сталине. Я-то по-другому об этом вспомню. Уж сейчас, вы знаете, там, в Москву поставили золотой памятник, этот Чехистан, видимо, писали там и так далее. И в Европе он сейчас ставит его. Тоже не будет. Ну, мы там видели, да, в Евровидении там, когда показывали. Слушайте, ну, ведь практически в ходе этих великих, великих завоевательных войн создали вот этой гигантской империи, весь этот этнос, в котором… Сейчас идет борьба же между монголами и казахами. Кто был по нации Чергесхам? И казахи доказывали, что он приезжал, значит, к тому тейпу, не тейпу у них там… Забыл. Джуз. К тому джузу, из которого потом выросли казахи. Ну, это вообще сумасшедший рот. Ну, весь этот этнос, который, собственно, и был, он был весь истреблен в ходе этой войны. А Иоанна Руха была потом в этой империи. Или Наполеон, возьмите. Ведь к концу царствовали Наполеона, если так можно сказать. Франция же была… Ну, мужика в деревне не найдешь. Разоренная Франция. Даже Кумапассана это где-то проскакивает. Ну, здесь специальная литература. То есть, страна этими непрерывными войнами была совершенно истощена. Особенно деревни, крестьяне и прочее. Но попробуй при французе скажи что-нибудь такое погадое, там, про Наполеона. Надо еще сразу бить копытом. И то же самое со Сталином. В чем тут дело? Опять, вот это мое представление, я навязываю его. Я разговаривал на эту тему с Александром Зиновьевым. Вы знаете, Александр Зиновьев, наш философ, тогда бывший диссидент, вот по его части. Значит, бывший диссидент, высванный в заграницу. Действительно всемирно признанный логик. Философ, я думаю, есть. И вдруг он приезжает, когда возвращается в Россию, он становится одним из яростом и единственным диссидентом и прочее. Пизди, в чем дело? Значит, понимаете, вот если брать того же Наполеона или Сталин, то в русском языке слово «мир» имеет два значения. Мир, который околится, да? Ну, всем миром решили в деревне собрали, но это вот дерево, потому что всход, вот это вся мир. И мир, как вселенная, да? И вот из поколения поколения, французский этот крестьянин, жил вот так, рутинно так, как жили его отцы, деды, прадеды. Вот он в четыре часа утра вставал, значит, собирался на пирог, смотрел, пора, не пора, там уже зерну ковырять, вот уже пора, надо сеять. Вот так, из поколения, от поколения, от поколения. Жена вставала, шла, бежала, ночью, а тут полусонную корову доить, там вот так, из поколения, от поколения. И вдруг приходит Наполеон, на этого мужика одевали красный мундир, и он идет по Европе, и короны сыпятся ему под ноги. Всех этих кюрфюрстов, королей, князей и прочих. Он вырвался из вот этого мира, вот этого. И Саша мне говорит, а что? Да, он был раскулачен, Зиновик, Саша. Раскулачен, но она же, Бог все знает, все это. Кто интересуется, это правда, есть прекрасная книга Николая Егницкого «Судьба раскулаченных на СССР». Было же всякое ограничение с детей, он поступил в ЛГУ, был еще раскулачен, значит, это все. И он говорит, ну и что, вот я прошел через всю Европу, да, сам себе известный филот. Брат мой стал генералом там и так далее. Понимаете, вот запоминаются в памяти народа вот эти моменты, какой-то момент истины какой-то, когда разрывается вот эта рутинная жизнь какая-то, понимаете? Ну, вот монголы тоже, ну, крутили они хвосты этим, скажем, кобылом. И вдруг до самой Европы дошли. Вот этот момент исторического какого-то вознесения народа, этой нации и так далее. Вот это, наверное, имеет значение. Хотя, я повторяю, решающие, мне кажется, значение имеют всегда сравнение с настоящим. Когда настоящее вот такое ниже нормы, когда все это прошло, кажется, ну, вообще-то. И оно действительно так. Я вот сам замечаю на лекциях, я же сразу говорю, я Сталина не люблю, но я начинаю рассказывать о нем. Я чувствую, как у вас, у ребят по-ибраински-то симпатичные. Потому что я рассказываю, человеки способны на поступки. Понимаете? И вы мысленно где-то там в подсознании сравниваете это с этой вороватой мелкотравчатостью нынешней политикой, и тогда вот это, что они же вообще прекрасны. Можно вопрос на счет Ленина? Ведь Ленин по опросам тоже, ну, меньше, чем Сталина, но все равно большинством жителей страны поснимается как позитивный персонаж. Почему по старшему мнению? Нет, если возьмете, скажете, последние 20 лет, то 20 лет назад, при всех опросах примерно 60 с лишним процентов было за, а где-то 30 с чем-то было там против. Последние опросы, они очень доверяемы, правда, там наоборот сейчас получилось. Знаете, Сталина приобретает уделский вопрос по выносителям и выносителям из мазарея. В общем, с такой, с Иудушки Головлёва такой, знаешь, такой паскудный свой, говорит, ну, как же, надо же похоронить по-христианскому. Кто похоронит по-христианскому? Кто похоронит по-христианскому? Скажу, в землю, что ли, его закопали? Склепное похоронение – это и есть классическое христианское захоронение. Ну, все, посмотрите, там, на старых кладбищах, там, у нас уже нет, ну, в Европе есть там, ну, и то у нас собрано склепное захоронение, да, вот это вот. В чем, значит, когда столетия будут посвятиваться в православной церкви, когда они сказали, что здесь немножко, он и так был ниже уровня земли, ну, еще на несколько метров опустили, да, потому что тут не то. Ну, как же, ну, надо же предать телу, тело земле, значит, ну, это, извините, чутный набор слов сензурным, вот еще, материться не хочу. Сейчас вот последнее показывает за вынос и захоронение тела по христианскому обучаю 60%, значит, а 40% началось за против. Но это, опять-таки, это не имеет никакого значения, никакого. Ну, вы знаете, что коллега Землей, он знал, что вот коллега Мавзолея, он вообще перевернулся перед целым правом. Вы знаете, что там, ну, целый ряд, там, видно, где эти лекарства были, старые вообще большевики и все, они все были, конечно, против этого. Ну, так сложилось, так получилось, если не нужно видеть, на то, как иногда пишут, особые свои полагания, так получилось. Ну, а получилось, это стало элементом какого-то вот вашего времени. Ну, опять-таки, это не имеет некуда 100% образование, ну, ради бога, какое-то имеет значение. Это характеризует общество, а не ленинг, понимается. Это такой же киновед, Василь Кисленков, он когда-то написал книжку о кинолинеале, он ее назвал «Самопознание народа». Это очень точное название, в отношении к ним проявляется вот это вот время, которое происходит. Я думаю, я не лишил себя надежды, что я напишу, но сразу глаза открылись, и вы все как один и так далее. К сожалению, это связано с другой проблемой, с процессами происходящего на нашем обществе, в сознании гигантского числа людей, основной массы населения. Потому что все-таки вот эти годы реформ, так называемые, вот это двадцатилетие, это процесс очень сложный с точки зрения реальной психологии. Потому что главный результат гигантского реформа состоял в том, что основная масса населения странной утратила свой прежний социальный статус. Я думаю, что это непонятно. Ты был учителем, да? Ты был там, не знаю, врачом, ты был рабочим. Ты знал, что там будет прилично работать, там, квартиру бесплатно дадут, портрет будет висеть, проходной и прочее. И вдруг все перестали мы к тем, кем они были. В один момент. В один момент. Чикиницы стали по помойкам рыться, какие-то объедки и стали. Врачи кинялись в эту хиромантию какую-то, в этот идиотизм весь с этими экстрасенсами и прочее. Это очень высокая такая. И, конечно, срок гигантского галлорализация – это сознание. И эта благодатная почва. Обратите внимание, что это все-таки период, когда расцветается эта хиромантия, всякая мистика. Вот это, вот это, вот эти периоды. Общественная диффузия. Так что в этом вся проблема совсем не в отношении к куринии. Но Россия – это просто градусник в состоянии общества. А что Вы думаете про нынешнюю ситуацию в России? Очень сложная ситуация. Вы видите, что происходит с экономикой. Главная проблема – это вот то, что не струклируется никак общество. То есть нет. У нас в СССР было 120 миллионов рабочих. Сколько сейчас рабочих? Мы не знаем. А в месяц семь лет вообще было большинство населения. Вы так реально представляете. Значит, в семнадцатом году в России было 150 миллионов. В момент распады в СССР было почти 300 миллионов. Из этих 300 миллионов – 120 миллионов рабочих. В один прекрасный день все это перестало существовать. Вот те, кто бывает в полинциальных городах, знают, что это такое. Когда останавливается тот завод, который был градообразующим, что называется. И когда люди бросились, когда научные сотрудники бросились в Польшу или в Турцию за этими шмотками. Они там спасли мясные рынки. Надо отдать должное. И никак общество не структурируется. А вот эта вся официальная пропаганда, которая идет насчет единения и прочее, кому с кем? Вопрос другой. Я спрашиваю, за кого ты голосовал? За пропаганда. Ну, как же так? Объясни мне, как ты мог голосовать за пропаганда? Ну, мужиков. Ну, объясни, как ты мог. Ты же знаешь происхождение его, капиталы и прочее. Ну, он такой молодой и все. У нас, к примеру, все путают разные вещи. Вот я вам скажу, вот я был знаком с Ельцикой, скажем, да? Вот был мой сосед по квартире, лучшего соседа не надо. Вот такой мужик. Все много взяли, там зашел, выпил, там посидел, потрепался. Ну, елки-палки, он же страной и стал руководить. Николай Второй. Ну, слушайте, ну, и Диана же вообще семьянин. И детей любит, и жену любит. Такой хороший человек. И симпатичный такой. Ворода такая хорошая. Ну, простите, ему же доверена судьба 150 миллионов российского населения. Вот же нас всем путают. Конечно, плохо, хорошо. Один рост счет стоит. Ну, простите, вы просто реально представляете, что это за компания? Это компания этих олигархов и так далее. Поэтому у нас вот, к сожалению, процесс вот этой структуризации, какого-то осознания, процесс трещения класса в себе, класса для себя, как это раньше называют поставителями налоги. Он идет очень медленно, потому что телевидение, пресса делают все для того, чтобы задурить. Отсюда и такое значение национального вопроса. Недавно этот самый представитель арт-торговой палаты бывший ушел в отставку. В отставку. В отставку. Примаков. Примаков, да. У него и перелюбие. И вот из Москвы, там, там, сам родцы. А он из Белисси. Сам. Вообще, были два города такие плохие. Белисси. Могонациональный там. И вот двор, что-то там, Белиссиский двор. Там обязательно одна семья это немцы, одна семья это греки, одна семья это евреи, одна семья это украинцы, третья семья там грузины, армяне там. Вот такой город. Так вот, да и в Москве у нас тоже было до войны. Как бы, вот это Коктево, которого сейчас в отделе учился. Ну и как, вы там в детстве дрались? Да, он говорит, страшно дрались. Ну и как там, армяне против грузин дружатого? Двор на двор. Так что, Коктево дралось с маляной рощи, а кто там еврей, кто армян, кого это интересовало? Ну, колобцы. Понимаете, вот когда рушатся вот такие какие-то социальные структуры, то тогда на первое место и вылезают такие вещи. Как национальные проблемы и так далее. Потому что это, я это очень хорошо понимаю, под Москвой совхоз был лучший совхоз в стране, считалось. Ещё шутили, что там коров кормят ломом с фабрики Вышины печей надулы какие-то европейские были. Ну, началась вся эта хрена тень, да? Этот всё распродал, деревню совхоза купил, всё шале, живёт в Швейцарии. Вот так. А всё остальное рухнуло. Сейчас очень часто едешь по деревню, какие-то круины, как после вообще мировой войны. Какие-то обломки стен от бывших ферм, МТС, там всё разрушено абсолютно. Ну вот. И остался этот дворец культур. Приезжают какие-то ребята, значит, не знаю, там чеченцы они или кто, и покупают этот клуб по остаточной стоимости, балансовый, за две копейки. И там, значит, устраивают танцовки, там и всё прочее. Вход красивым девушкам бесплатный. А вход, мы же, в общем, там худые-бедые, что-то другие, двадцать шерстовых деревьев. Больше денег или деревьев. И вот пацаны местные, значит, они все смотрят там в окон и смотрят, как их девчонок, эти, значит, чёрные, да, там, хватают и прочее, прочее, прочее. Естественно, находятся в угле Скинхедрис, там, приезжают туда и смотрят, что, значит, всё это бывший образцовый сокоз стал оплотом вот этой формы протестового движения и т.д. Ну, понимаете, это первичная биологическая форма какая-то, а он чёрный, а я. Ну, я думаю, это вот так. Это ужасно, это ужасно. Потому что руку было нечто более важное. Дело же не в том, вот опять, а что, не воровали что-то? Да, конечно, воровали. Советская власть. Всё, взято, было взято. Хирург, если сделал операцию, то обязательно бутылка коньяка. А если женщина, там, врач, ей коробку конфет. У меня, друзья мои, она врач, а он, значит, хирург. У них штабелями стояли, значит, в этой коробке конфет на шкафу, и она, кажется, опёрла. Ты это, посмотришь, Валенья запресневеньку нам дарила, скажу, умеет, да? А у него коньяк, когда стоял, он очень хороший врач, коньяк стоял, ну, кажется, бутылка коньяка, простите, не 60, не 100 тысяч заперется, не 200 тысяч. Немножко разные понятия всё-таки, правильно? Поэтому, важно даже ведь не то, что реально, это очень важно, разрыв между идеалом и действительностью. Он рождает протест, надвиженностью. Но важно, какие идеалы являются господствующими. Понимаешь? Господствующими. Если этот идеал не убей, не укради и так далее и прочее, это одно дело. А если идеал, каждый сам за себя, вот мы успешные, там, 6%, а мы все не успешные. Чего же вы, вот тот же Прохоров, ну, а чего уж менять? Ну, я вот, мол, а ты не можешь, ну и сиди, ничего не делать. Вот твое место. Вот так общественно не будет развиваться. Наоборот, оно будет гнить, 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 гнить и так далее. Так что у меня, ну, у стариков всегда же, знаешь, вот так, мол, мол, зла хорошая, а осталось все погатое. Ну, не поэтому, а потому что все это действительно очень сложно. Нет реального какого-то действительно такого режима, с которым можно работать. Хотя, чего кто знает. То есть вы пессимистично настроены, да, в отношении нашей жизни? Да, может, прочее. Говорят, пессимистично настроены? Нет, 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 нет. Я думаю, что, как учебуют там мои правдники, они видят, как солнце, туда-сюда. Вы знаете, вот такие периоды… У Ленина есть вот это его представление, то, что хоэляционная ситуация, да? Ну, наверное, многие из вас, кто по старым, знают, когда верхи не могут укроить по старым, они не хотят жить по старым, не хотят жить по старым. Оно нашло, легло на базу какого-то массово-народного движения. Потому что состояние ненависти выявилось состояние национального действия, понимаешь? У нас по ненависти, так сказать, мы уже ловли. В трамвай, в рост туда, чуть-чуть кто-то вот толпнул, уже зарезать готов к друг другу. Это общий психопатизм такого настроения общества, да? А вот какого-то осознанного движения к какой-то высокой цели и так далее. Вот они говорили национальные идеи. Национальные идеи, да, не может быть, это накатильный. По полкило хлеба себе на рыбу, да? Да, 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 да. Чуть-чуть где-то так. Пока они не затрепят, конечно, как все время затрепали социалит, коммунизм и так далее. Ну, Россия – это вообще клапочная идея. Похоронили идею капитализма до войны всех. Ну, похоронили идею социализма. Теперь похоронены для либеральной этой идеи. Какая следующая? Давай все похоронены. Но при этом мне надо забывать все-таки, что мира-то немножко больше, чем Россия. Мира-то больше, чем Россия. Потому что Китай, Индия, Бразилия и прочее – это страны, которые там очень четко определяют свою цель. Но у нас не получилось, и другим может получиться. С точки зрения исторической перспективы – все сенчики. Сто лет, тысячи лет. Вы помните эпоху Возрождения, да? Что это такое? Капитализм пришел раньше времени, эпоху Возрождения. И сразу же выяснились все эти язвы. Сразу же появились все эти драмы, комедии, все это великое искусство, изобличающее. Потом все это рухло, еще потом сколько? Четыреста или пятьсот лет себя на лице держало. А потом опять пошло. Вот и все история. Так что с точки зрения истории человечества – величайшая пневность. Если, конечно, человечество не угробит себя до этого. А шансов на это очень много. Очень много. На то, чтобы самим себя уничтожить сам. Я даже не имею в виду, атомные всякие там дела. Ну, и проблемы севера, юг – вот главная проблема. Ребята, ну полвосьмого, плачь с вами. Все. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо.